Добавляя номер типа. Они отличались маркой двигателя, вооружением, конструктивными особенностями. Одним из самых массовых стал И-16 Тип-5 с мотором М-25А. Первые модификации имели закрытую кабину. Но строевые летчики, как правило, летали с открытым фонарем, опасаясь того, что в критической ситуации сдвижную часть может заклинить. Да и качество плексигласа тогда оставляло желать лучшего. Позднее стали делать машины с открытой кабиной. Это увеличивало сопротивление и снижало скорость. Но летные характеристики все равно оставались очень высокими. Вооружение И-16 состояло из двух пулеметов «ШКАС». Этот пулемет имел выдающуюся для того времени скорострельность. 1800 выстрелов в минуту. Правда, военные летчики отмечали недостаточную огневую мощь истребителя. Поэтому Поликарпов предложил И-16 вооруженные пушками, в дополнение к имеющимся пулеметам. В крыле установили две 20-миллиметровые пушки. И-16, тип 12, стал первым советским серийным истребителем с пушечным вооружением. Пушечные варианты «ШКАС», как ласково называли И-16, предназначались прежде всего для борьбы с бомбардировщиками. Использовались они и для штурмовых действий. Выпускались и двухместные, учебно-тренировочные И-16, так называемые «Спарки». Наиболее массовой «Спаркой» был УТ-4. Он сыграл большую роль в подготовке летного состава к полетам на скоростных истребителях. Начиная с 1935 года на парадах над Красной площадью и воздушных праздниках в Тушино показывала свое летное искусство «Красная пятерка». Так называлась пилотажная группа на истребителях И-16. Право летать в составе «Красной пятерки» для многих пилотов было высшей оценкой их профессионального мастерства. Групповой пилотаж на этих самолетах могли выполнять только первоклассные летчики. А что же конкуренты И-16? Разработку скоростного истребителя Туполев начал даже раньше Поликарпова. Андрей Николаевич, к тому времени уже достаточно маститый конструктор, мог позволить себе сделать новую машину цельнометаллической. Это был первый в Советском Союзе истребитель с убирающимся шасси. В мае 1933 года И-14 впервые поднялся в воздух. В ходе испытаний вскрылись некоторые недостатки. От них удалось избавиться лишь к 1937 году. На тот момент И-16 уже находились в строевых частях. И выпускать еще один истребитель представлялось нецелесообразно. Другим претендентом был истребитель Григоровича ИП-1. Самолет отличала одна изюминка. В начале 30-х в СССР получили развитие авиационные динамореактивные пушки, разработанные Леонидом Курчевским. Они не имели отдачи и при относительно небольшом весе могли иметь большой калибр и соответствующую поражающую способность. Вполне понятно желание военных применить новое вооружение на истребителях. В 1931 году были построены два самолета, оснащенных такими пушками. Цаговский И-12 и истребитель Григоровича И-Z. Обе машины по существу были экспериментальны. Григорович продолжил изыскание и в 1934 году создал истребитель ИП-1, вооруженный двумя такими пушками и пулеметом ШКАС. Однако пушки Курчевского, на которые и была сделана ставка, себя не оправдали. От них отказались, ввиду их малой эффективности и повышенного аэродинамического сопротивления. Да и по многим другим характеристикам ИП-1 уступал И-16. Тема была закрыта. Во второй половине 30-х Советский Союз принял активное участие в череде малых войн, где представился случай испытать в бою как маневренные, так и скоростные истребители. Осенью 1936 года началась Гражданская война в Испании. На помощь республиканцам отправились советские добровольцы. СССР поставил туда и военную технику. Именно там, в испанском небе, бипланы И-15 столкнулись с самолетами франкистов. Боевые возможности ЧАТОС, Курносова, как называли И-15 испанцы, оказались гораздо выше, чем у истребителей противника. Итальянского ФИАТа ЦР-32 и немецкого Хэнкеля-51. В ходе воздушных сражений выявлялись сильные и слабые стороны боевых машин. Совершенствовались приемы ведения воздушного боя. Например, в Испании летчики стали использовать тактику взаимодействия маневренных И-15 и скоростных И-16. Задача скоростных истребителей состояла в том, чтобы догнать противника и завязать бой. После чего из топета боя принимали маневренные И-15, а Ишачки освобождались для атаки бомбардировщиков. И-16 появился в Испании в 1937 году. Именно тогда и произошли первые в истории авиации воздушные бои между скоростными монопланами. Советскому истребителю противостоял немецкий Мессершмитт-109. Для истребительной авиации этот цельнометаллический самолет представлял собой новое слово. В нем были реализованы практически все атрибуты скоростного моноплана. Повышенная удельная нагрузка на крыло, убирающиеся шасси, закрытая кабина пилота. В отличие от И-16, на МЕ-109 стоял мотор жидкостного охлаждения. У такого двигателя меньшее поперечное сечение, и за счет этого истребитель имеет более обтекаемую форму. Боевые действия показали, что по скорости Мессершмитт не имел больших преимуществ перед И-16 и уступал ему скороподъемности и вооружению. В целом же, по своей боевой эффективности, обе машины оказались близки, и успех зависел часто от искусства летчика и тактики ведения боя. Установка на следующий вариант Мессершмитта нового двигателя мощностью 1000 лошадиных сил обеспечила резкое улучшение всех его летных данных. Скорость модернизированного МЕ-109Е возросла до 550 км в час. Но этим самолетам почти не пришлось воевать в небе Испании. 1 апреля 1939 года гражданская война в этой стране закончилась. На тот момент МЕ-109Е по своим боевым качествам не имел собиралов. Интересна попытка Поликарпова создать подобный скоростной истребитель. Самолет получил название И-17. От немецкой машины его отличало одно революционное новшество. В развале блока цилиндров мотора М-100 установили пушку ШВАК, ствол которой проходил через полый вал редуктора винта. Такое размещение вооружения имело важные преимущества и впервые было применено на отечественном истребителе. Центральной пушке не требовался синхронизатор, и темп ее стрельбы был выше. И-17 вышел на испытания в 1935 году. Из-за ряда сложностей они затянулись, и в 1939 году наркомат авиационной промышленности признал самолет морально устаревшим. В поисках путей снижения лобового сопротивления попробовали реализовать и другую идею. Убрать из воздушного потока радиатор. Такие проекты рассматривались разными КБ. В Центральном конструкторском бюро Ильюшина создали истребитель И-21. Радиатором на этой машине служила поверхность центроплана. Нагретая мотором вода, а вернее водяной пар, соприкасаясь изнутри с этой поверхностью, охлаждался и снова поступал в двигатель. Впервые в СССР такую систему охлаждения реализовал на самолете Сталь-6 советский конструктор итальянского происхождения Роберто Бартини. В 1933 году эта экспериментальная машина достигла феноменальной для того времени скорости 420 км в час. Однако очень скоро стало понятно, что паровая система охлаждения из-за высокой уязвимости не подходит для боевого самолета. И тема Ильюшина,